На трассах города внезапно стали появляться какие-то смутные очертания гигантов. Мало ли что может показаться уставшему человеку за рулем в густом тумане, но когда водитель взял камеру и решил сфотографировать то, что видел на дороге, он не думал, что заснятые им чудовища реальны и совсем не являются игрой его воображения. В этом выпуске вы узнаете все о гигантах тумана, откуда они взялись и кем являются на самом деле. А перед началом видео сделай красную кнопку подписаться, такой же мрачно-серой, как этот канал. И не забудь, как следует ударить в колокол, чтобы не пропускать мои страшные рассказы. Приятного просмотра! Туманные гости являются членами гигантов Тревора Хендерсона. Все монстры имеют разную внешность, вес и рост, но пришли они в этот мир с одной целью – разрушение. Всего существует три монстра тумана – Веб Кракен, Жуткий Таракан и 2027 год. Покопавшись в интернете, я нашел информацию о том, как эти существа попали в наш мир. По лору существовала некая секта поклонников Луны, которая и призвала существ. Также рассказывается о неком культе и поклонении второй Луне, откуда собственно и были призваны существа. Мотивы культа неизвестны, а также никто не смог подтвердить существование этого ордена. Призванные монстры появляются только с туманом и также внезапно исчезают, когда он полностью рассеивается. Отсюда и их название – гиганты тумана. Они были призваны только с одной целью – разрушение и являются агрессивными существами, которые будут ломать все на своем пути. Итак, давайте более подробно поговорим о гигантах тумана. Веб-кракен – это огромное, паукообразное существо гигантских размеров. Так до сих пор и не было установлено, является ли монстр-пауком, осьминогом или каким-то отдельным видом. Рост кракена составляет примерно 54 метра. Существо передвигается на 11 конечностях, а как выглядят концы лап по-прежнему неизвестно, так как его лапы настолько большие, что всегда скрываются за густым туманом. Помимо впечатляющих размеров и силы у веб-кракена, не было замечено каких-либо способностей. Но учитывая внешность существа, возможно, оно может выделять чернила из низа живота совсем как осьминог или паутину как паук. Также есть предположения пользователей о том, что красный центр существа – это не что иное, как рот, с помощью которого существо может съедать целые машины и даже фургоны. Обычно кракен передвигается на своих огромных конечностях, ломая икруша все на своем пути. Жуткий таракан выглядит как огромный, бесформенный объект с множеством маленьких лапок. Существо одоленно напоминает насекомое, поэтому ему и было дано подобающее название. Несмотря на то, что шея монстра почти полностью сливается с телом, можно рассмотреть очертания его головы. По фотографии видно, что на голове монстра присутствуют два больших глаза, выпирающих из макушки. Хоть монстр и выглядит достаточно массивно, его рост составляет всего лишь 15 метров. Но, несмотря на это, вес существа больше 160 тонн. Как и у других гигантов из тумана, из-за плохой видимости мы не можем видеть ни цвета кожи существа, ни четких деталей монстра, только его далекий силуэт. Существо очень прожорливое и может есть все, что попадается ему на пути. Также известно, что из всех трех гигантов тумана, это самое злобное существо, которое не остановится ни перед чем, чтобы поймать и съесть свою жертву. Также из-за своих габаритов, существо менее подвижное, чем другие гиганты, но обладает дикой выносливостью и силой. Также монстр похож на жука, у него тоже есть что-то отдаленно похожее на экзоскелет, который полностью покрывает его тело и защищает от большей части оружия. Многие из пользователей подметили сходство жуткого таракана с Горфилдом, популярным интернет-мемом на Западе, изображающим страшную версию кота Горфилда. Это 77-метровое, шестиногое существо. Из всех трех гигантов тумана, это единственный, кто отдаленно напоминает человека. В связи с этим, существо на порядок умнее своих товарищей. Монстр передвигается на четырех конечностях, иногда используя для быстроты передвижения две огромных руки, которые находятся спереди. Спина и голова существа покрыты множеством острых наростов. Они защищают существо, а также являются оружием, которым монстр может колоть своих жертв. Из-за того, что существо худое и имеет четыре ноги, оно очень подвижное и быстрое, чем и заставляет врасплох. Как и другие гиганты тумана, существо очень агрессивное и является разрушителем домов и улиц. Своё название существо получило из-за года, когда оно и другие монстры были призваны в наш мир. Да, вы всё правильно поняли. Место действия – это земля из недалёкого будущего. Что вы думаете об этом? Пишите свои мысли под этим роликом, а шесть рандомных комментариев попадут в начало следующего видео. До новых встреч! Подпишись на Огонька!